Всем привет! С вами Ира Краш, и мы продолжаем проходить Авернам Escape from the Pit. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами целиком и полностью зачистили пещеру Агров. Ну, кроме вот этой вот маленькой комнатки, в которую, возможно, и никак и не попасть. О! Стоп! Стоп-стоп! Оп! Ха-ха! Ладно. Вот. Ммм... Слушайте, а оно того стоило чуть более чем полностью, да. Неплохо так. Так вот. Теперь мы полностью зачистили пещеру Агров, и можем зайти в башню магов и получить свое вознаграждение. Ну, и еще нашей наградой станет осознание того факта, что магам станет чуть полегче дышать. Так. А кто, кстати, давал этот квест? Давайте-ка вспоминать. Он называется Огрмаг. Ммм-мм. Волшебнику Эмбрину. А, Эмбрин. Давайте смотреть. А, вот, мастерская Эмбрина. Вот тут. Да. Интересно, чем он нас наградит за это. Оп. Ну, товарищ. Эмбрин ходит по своей лаборатории, убирая ее и готовясь к следующей лекции. Мы убили Огрмага, как вы и просили. Хорошая работа. Будущие ученики, которые их не сожрут, будут вам благодарны. Всего хорошего, удачных путешествий. Ох, погодите. Я обещал обучить вас магическому заклинанию. Полагаю, что должен это сделать. Он бормочет короткое заклинание. Та книга в углу будет вам полезна. Ммм. Ну, давайте. Пробуем расшифровать. Здесь вы можете улучшить свои знания заклинания. Защита. Ммм. Окей. Что нам это дало? Защита. О, восстановление на два хода. 50%. Неплохо. Тем более мы эту штуку постоянно используем. Такс. Да, ну, и в этот раз... Да, давайте, наверное, в Альмарию телепортнёмся, потому что... Хм. Там же по пути вроде как нам ничего и не надо. Да? Ну, то есть, можно, конечно, походить, но пока, наверное, я сомневаюсь, что мы знаем, что там искать вообще. Может быть, позже нас туда отправят. Альмария. Вот, а это совершенно другое дело. И мы можем либо разобраться с василисками, либо сходить в замок. Ммм... А, да. Ну, наверное, мы всё-таки с вами отправимся покорять... Точнее, ну, не покорять, а изничтожать василисков. Как-то оно выглядит более многообещающе. А, в свою очередь, василиски у нас где-то вот здесь. Охота на василисков. Так. Текст. А, всё просто. Ух ты, а сколько здесь статуй, смотрите-ка. Вы осматриваетесь в поисках василисков, о которых вам рассказывали в Альмарии. К счастью или к сожалению, вы их находите лишь стадо жирных, медленных ящеров, находящихся на юге. Они выглядят бедообидно, но вы точно не уверены. Ммм, ну, нападём на них, конечно. Оф. Василиск. Интересно, они таки могут нас окаменить, да? Давайте, наверное, сразу щит клинков. А, и да, спасибо Станиславский, что подсказал, но, наверное, я так подумал, что переставлять не буду, потому что Альдус должен всё равно вести отряд вперёд, поскольку он наш главный танк. Оу. Слушайте, а василиски нам сейчас жар-то зададут. Ох ты. Восстановление. Мм, приятно. Вообще приятно очень. Оу. Оглушение. 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 Отлично. Как бы то, что и хотелось. Давайте быстренько призовём клинк, потому что она нас может как-то всё-таки спасти. И здесь слабый вызов у нас, поскольку он улучшенный. Оу. Уф. Да, достаётся всем и не слабо. Ладно. Лечи Альдуса. Ну, и, возможно, придётся вот так делать, потому что что-то они нифига не слабенькие. Оу. Да, неплохо им так пришло. Да. Крауд-контроля у чуваков очень-очень много. А, как говорил один мой друг, в доте побеждает не та команда, в которой игроки скиллови, а та, у кого больше крауд-контроля. Ну, и, в принципе, вот эти вот ящеры пытаются именно этот принцип и исповедовать. Давайте просто одного из них покараем. Вот. А, к счастью, у нас маги довольно-таки хорошо сопротивляются всяким заклинаниям, но это следствие высокого интеллекта, да и, в принципе, мы им сопротивление качали. Вот. А теперь мы можем, наверное, посмотреть, что здесь есть на земле, а на земле ничего. Василиски мертвы. Народ Альмари, несомненно, будет очень признателен. Хм, ну, здесь всякие статуи. Их как-нибудь можно, видимо, нельзя. Окей, давайте порадуем народ Альмари, что ли. А вот эти фирмы что-нибудь? Нет, 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 никак. Окей, тогда Вальмарио. А кто хотел нам быть признателен за это? Мэр Биван. Окей. Мэр, 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 мэр. А, здесь полноценный мэржа, да. Я все забываю. Тинч. Мы убили Василисков, как вы просили. Биван, выглядит удивленным. Вы сделали это? Вы действительно убили их? Святые небеса. Я дал вам это задание, чтобы избавиться от вас. Однако уговор есть уговор. Он достает тяжелый кошель медных монет. Здесь, в Альмарио. Все еще не рада наемникам. Надеюсь, что вы подумаете над тем, чтобы не задерживаться здесь. А теперь я очень занят. Он возвращается обратно к своим бумагам. Вот козел вообще. Вас есть еще работа для меня? Уверен, для вас полно работы, только не здесь. Мы должны сражаться на войне, а это работа солдат, а не странников. Вот козел. Ну вообще. Фу. Фу таким быть. Да, тут у нас ничего. Окей. Помогли, блин. Ну, реально очень неприятно. Что за свинство такое? Ну ладно. А раз он так, то пойдем в замок. А замок где-то должен быть. Так, карта. А. Замку мы, кажется, уже не свернули. Во. Фига себе. Ворота замка Севера. Вон оле 25 камней. Юго-восток. Ничего себе. Тут несколько ферм, объединенных вместе для безопасности. Фермеры, охранники смотрят, как вы входите. Никто из них не хочет с вами торговать. Приятно. То есть мы себе репутацию как бы набивали. Замок допускается только личности с важными делами империи. А. Империи. Вы сейчас как бы серьезно? Мы уже типа враги империи, нет? Мм. Тик. Вербовка башня Патрика. О. Мм. Ну ладно, давайте в замок зайдем. Вы набрели насильно укомплектованный пост охраны, наблюдающий за дорогой к замку. К счастью, ваша репутация опережает вас. Охрана улыбается вам и с радостью пропускает. Вы находитесь в северной части гигантского каменного обнажения на краю плато, с которого открывается удивительный вид на великую пещеру. На южном конце плато удивительный вид. Полноразмерный замок, сделанный из огромных каменных плит. Эти массивные блоки были подняты из земли чистой магии. Стража наблюдает с парапета, после чего опускает разводной мост для перехода через огромную пропасть. Хм. Перед вами узкий извилистый путь, ведущий на вершину плато. В долине на юге вы видите большое каменное здание со шпилем. Это замок, самое большое строение в Авернуме. И центр сил этой малой осажденной нации. Отсюда мудрый король Мика делает все, чтобы сохранить королевство от распада. Так, вы в первый раз ходите замок, столицу всего Авернума. Это удивительное строение, красиво и заполнено редкими ручными деталями. Например, деревянные ворота. Тонкая, невероятно дорогая фанера, как-то принесенная с поверхности. Где-то внутри вы можете найти короля Мику, мудрого и измотанного короля Авернума. Почему король должен быть сразу мудрым автоматом? Вот, я не очень понимаю, но ладно, будем надеяться, что у Авернума-то он мудрый хотя бы. И то, если он согласится увидеть вас. Сначала вы должны пройти через закрытые железные ворота на другом конце комнаты. Все, что вы можете, это подойти и посмотреть, что будет. Стражники у входа требуют показать королевский знак. Эти бронзовые знаки говорят о том, что вы заслужили право увидеть Мику, саверена Авернума. Вы с гордостью показываете ваш знак и вас пропускают внутрь. Уф. Аптек, это всякие стражники. Ну, давайте осмотримся. Кабинет командира. Хм, ну, не. Я надеюсь, нас нигде здесь бить не будут за то, что мы куда-то не туда зашли. За столом сидит огромный мужчина в тяжелых доспехах и с алебардой. И просматривает карты. Он выглядит очень уставшим, как будто долгая война медленно изматывает его. Странно, но на всех картах северного Авернума одна пещера отмечена большим красным икс. Человек замечает, что вы подсматриваете через его плечо. Зловеще, да? А вы и должны себе это так представлять. Я капитан Хаутон, командующий обороной замка. Это вы командуете стражей замка? Хе-хе, но он только что это нам сказал. Он ворчит. Я отвечаю за оборону, пока другие командиры идут в атаку на слитов. Раньше я возглавлял атаки. Годами я отдавал все силы этому. Теперь я в основном обеспечиваю оборону замка. Когда на нас нападут? Вы ожидаете нападения? Надеюсь, что нет, но они сказали, что кто-то вроде меня должен охранять замок, потому что это важно. И они были правы. У меня было 4 месяца подготовки, я уверен, они нападут со дня на день, а я готов. У меня есть отличный план. Как вы планируете обороняться? А, я не могу вам это рассказать, но вот что я скажу. Первая банда слитов, которая придет сюда, попадет в такой перекрестный огонь стрелы магии, который никогда не видели в Авернуме. Я могу пройти обучение здесь. Алтон фыркает. Здесь не школьная ярмарка, это замок. Идите на восток Альмарии, если хотите тренироваться. Думаю, старкап еще жив. Что на тех картах? Он смотрит на вас подозрительно. Вы здесь, чтобы достать меня? В очередь, он думает. Я скажу, что беспокоит меня, но только если вы докажете, что вам можно доверять. Извините, занят. Вот отличный вариант ответа. Но нет, поможем ему. Что же сделать? Что нужно сделать? В одной из восточных палат есть вход к камерам замка. В одной из них демон. Избавьтесь от него. Я открою камеру для вас. Сделайте это и докажете свою лояльность. Эм, так. А что демон делает в камере? Мы захватили мага Слитов. Прежде чем успели его допросить, тот призвал демона. Думал, он его освободит. Но демон захватил разум Слита. Не самый эффективный план побега. С тех пор я искал кого-то, кто сможет с ним справиться. Кажется, вы подходите. Еще вопрос. Капитан Хаутон продолжает изучать карту Северного Авернума. Зона, на которой он сосредоточился, кажется, находится далеко от фронта со Слитзерикой, но он все равно смотрит туда. А, ну все на самом деле. Мы все спросили. Окей, где-то на востоке проход... О, оп, а что будет? А, окей, это мы закроем ворота. А, давайте попробуем этого демона сразу и остановить, че уж там. Нет? О! Э, слитых железа. Но красть мы не будем. Что здесь? Портальная комната. Уф! А вот тут нам точно нужно. Эк. Здесь всякие припасы. Ууу, и... Кнопочка. Давайте. Включим портал. Кажется, он у нас должен теперь быть активен. А кнопочка нас приводит в комнату с чем? С ничем, на самом деле. Магические записи. Ха. Магические записи. Давайте возьмем их. У нас же, по-моему, был квест на магические записи, да? Бумаги пайрок. Нет. Башни и реки. Видимо... Ну, блин. Мне кажется, они должны пригодиться. Почему их нельзя, кстати, использовать? А, у них есть цена. Ладно. Вполне возможно, это не квестовый, а этим, но трогать его пока не будем. Так. Мы идем дальше. Ух ты. Вождь Тайрисия. Вы встречаете шеф-повара замка. Возможно, лучшего специалиста по готовке во всем Авернуме. Увы, когда она замечает, что вы бродите вокруг и наслаждаетесь восхитительными запахами, она выгоняет вас, управляясь с метлой, как с алибардой. Ваш статус не позволяет вам насладиться едой. Жаль. А здесь? А, это, видимо, казармы. Ну, судя по всему, да, восточная казарма. Камеры замка. О! Кажется, нам сюда. Это вход в комнаты замка. Тут очень чистый, даже нет привычного потного запаха тюрьмы. Все комнаты должны быть находятся ниже. Хм. На всякий пожарный. Защита от стали. Покров проклятий. А, спуск вниз. А здесь что? О, полотеновое кольцо. Пригодится. Дойдя ближе к вратам, вы видите слепящую вспышку света. Появился магический барьер ярко-фиолетового цвета, блокирующий доступ к ярусам. Он искрит, когда вы подходите. Вы не знаете, как повлиять на барьер. Ваша магия слишком слаба, чтобы убрать его. Вы отходите, и барьер попадает. Хм. Жаль. А, кстати, а если у мага есть вот этот пыщ-телепортация? Сможет он туда залететь? Экс. Ну, давайте искать демона. Здесь никого. Ну, кстати, уютненько довольно-таки. Ну, то есть, конечно, не фонтан прям. Ну, что я хотел от тюрячки, по большому счету. У меня дружбан живет в посаде. И у них, что меня поразило, при входе в город, первое здание, которое ты видишь, это тюрячка. Причем местный, как бы, начальник этой тюрячки, он как-то поссорился с женой, ну, там, поссорился так крепко, что аж, типа, развод, там, вещи по почте. И она выставила его из дома. И чувак, не обломавшись, собственно, в этой тюрячке, по-моему, жил дня четыре. Ну, то есть, он просто, короче, даже не дня четыре, а дольше заметно. Ну, в общем, он просто обустроил себе койку прямо в камере. И нормально там, как бы, существовал. Внезапно вспомнилась такая история. Вот, поэтому, как бы, если тюрячку люди делают как для себя... Конечно, никто не хочет делать тюрячку как для себя. Это, знаете, как, типа, могилу себе копать. Ох, ох. Вот так вот, да? Блин, придется его, наверное, пришпилить к месту. Иначе у нас могут начаться конкретные проблемы. И, наверное, призовем какую-то штуку. Оу. Так. А вот теперь он не может... Ну, он, Альдус. Не может особо двигаться. Давайте отойдем и Корделю подлечим немножко. А Корделя, в свою очередь, тоже отойдет. Но, может, не успевает. Ладно. О, о, так. Ну. А я думаю, нам надо вот этого вот главного демона зафигачить. Дальше уже все у нас пойдет как по маслу. Соответственно, чтобы зафигачить главного демона, надо фокусить главного демона. Ну, это как подсказки в игре. Типа, если вас убивают, научитесь играть лучше. То есть, если враг не умирает, попробуйте нанести ему урон. Оу, фак. Это было больно. Ладно. Безумный культист. Ты у меня, тварюга, поплатишься. Оу. А в агро хотя бы мы можем выстрелить? А, жаль. Ладно. Давайте всех подлечим, потому что он очень безумный. Культист этот. А, и, наверное, спешку кинем. Во. Крыска танкует агро, а культист бегает и кидается молниями. Точнее, даже не молниями, а... Блин. Да, что, что будешь делать? Заперлись вот так мы. Единственное, мы попробуем, как в шахматах, типа Майкрофтом, как-то сдерживать этого чувака, чтобы он далеко не мог убежать. Ну, типа, не как в шахматах, имеется в виду какую-то стратегию иметь. Ух, тварюга, испугай. Да? Безумный культист при этом еще пугает нас. Эм, ладно. А у нас есть господство, защита от стали. Чистый разум. О, давайте-ка. Отлично. Вот он с полгода. Да. Вот это нам сильно помогает. Действительно, надо было его давно уже прикупить. Так, ну, культист, я думаю, живет последний раз. Ну, в смысле, последний ход. Не последний раз. Не то, чтобы я прям дофига буддистом был, чтобы это такое рассказывать. Все, отлично. Перебили всех. Давайте посмотрим, что нам за это дадут. Гноящий лук. Уу. А, 67, 181, 55, 165. Но урона у нее меньше, но зато есть шанс кислоту на два хода кинуть. Знаете, пока что его возьмем, а потом уже посмотрим. Да. Здесь ведра и конечности. Что ж, давайте вернемся к чуваку, расскажем ему, что мы все сделали. Ну, либо еще чуть-чуть-чуть посмотрим здесь. Да? Опа. Я вижу кнопку. Видишь кнопку? О, чувак кричит сюда. Черн? Нет. А, лечебный эликсир возьмем, остальное нафиг. Что он кричит-то? А, принц Чевин. Окей. Вы видите мужчину возрастом около 20 лет в красивых одеждах. Он не похож на интеллектуала. На его голове серебряная диадема. Кажется, он что-то ищет. Единственное, с чем у меня ассоциируется диадема, это мать ее Сейлор Мун. Я помню еще в детстве на даче долго бились с дядей. Дядя хотел смотреть футбол, я хотел смотреть Сейлор Мун. По-моему, в итоге я отправился гулять. А, итак. Он расстроен. Привет, Барбар мотал он, продолжая свои поиски. Я Чевин, принц. Могу я спросить, чем вы занимаетесь? Я ищу свою ящерицу. Она вредная и убежала. Похоже, в его голову словно улитка заползла на вымысль. Ой, подождите. Еще я наследник престола, это важно. Как зовут вас, что ящерица? Ее зовут Чевин. Мне нравится это имя, потому что его легко запомнить. Иди сюда, Чевин. Чевин, Чевин. Скажите, если увидите ее. У нее красивая шляпка. Вы действительно принц Авернума? Ну, так мы, пытаясь не обидеть его, спрашиваем. Он выпрямляется. И смиряет вас взглядом, который должен выглядеть как тяжелый. Но не выходит. Я наследник престола. Однажды я стану королем. Затем я... Буду королем. И буду убивать. Когда я стану королем, моя ящерица будет моим принцем. И у меня будет королева. Классно, да? Вы станете королем, когда ваш отец умрет? Ну, я... Я думаю, все будет сложнее. Я думаю, что совет выберет кого-нибудь другого. Но почему это буду не я? Вы думаете, что кто-то другой лучше? Я думаю, что нет. Жизнь в подземном мире иногда сводит с ума тех, кто к этому склонен. Печально, но этот юноша похожа безнадежен. А, это уже было вне голоса юноши. Еще вопрос. Чевин продолжает блуждать по залам, выглядя обеспокоенно. Вы слышите, его бормота не очень тихая. Чевин, кто ты такая, чтобы бросать мне вызов? Почему вы такой грустный? Я потерял свое кольцо. Это был подарок, а теперь его нет. Оно было серебристым, но не серебряным. В нем был драгоценный камень. Оно было красивым. Я потерял его где-то в замке. Если вы сможете найти мое кольцо, я буду очень благодарен. А, я нашел ваше кольцо. Отдаем его. Он быстро хватает его и надевает на палец. Он даже не смотрит на него. Спасибо, вы великий герой, спасибо. Похоже, он не намерен давать вам какую-нибудь награду. Но давайте намекнем. Это очень хорошее кольцо. Спасибо, вы нашли его для меня. Когда я стану королем, я сделаю вас капитаном или кем-нибудь вроде этого. Ну, спасибо тебе. Окей. Обменяли кольцо за 500 монет на опыт. Блин. Причем, в основном, опыт этот заключается в том, что не стоило отдавать ему кольцо. Вот и весь опыт. О, слиток золота. Ну, пригодится. Хотя, зачем у себя в комнате держать слиток золота, для меня остается некоторой загадкой. Сады замка. Пожалуйста, держитесь подальше от грибов. О, страж Ренни. Все, у кого есть свои имена, могут нам, наверное, что-то рассказать. Эта комната выделена для военного снаряжения. Восточная половина комнаты заполнена коробками с припасами. Вы надеетесь, что замок получит больше снаряжения и еды, ведь такого количества не хватит ни на одну осаду. Добродушный мужчина с короткими светлыми волосами быстро проходит мимо. У него несколько длинных списков припасов. Глядя на свитки, он качает голову и сердит и бормочет. Когда он, не сбавляя ходу, проходит мимо вас, то произносит. Я страж Ренни. Интендант. У нас нет излишков. Простите, а что вы делаете? Я интендант. Слежу за припасами, оружием и так далее. Это нелегко, когда командует Хаутен. А что не так с Хаутеном? С капитаном Хаутеном. Раньше он был хорошим солдатом, но потом не то чтобы отупел, скорее просто устал. Надеюсь, его оборона замка так же хороша, как он утверждает, иначе у нас будут проблемы. Настоящий командующий сейчас сражается со слитами. Скорее бы он вернулся в замок Хаутен, слишком отличие он. А вы много знаете о слитах? Они живут на севере. У них пара мелких фортов, но командующий Франкл, так его зовут, пытается попасть в главную крепость. Не думаю, что ему это удастся. Она на острове посреди большого озера. Трудно добраться на лодке. И что же его отвлекает? Ну, это про Хаутена. Некто по имени Кьяс, кажется. Какой-то выскочка пытается построить замок в северных туннелях. Никто не считает его серьезной угрозой, кроме Хаутена. И, а империя пытается поддержать Кьяс, то есть в принципе Хаутен прав. Ну, как я думаю. Расскажите мне о Кьясе. Зачем? Он не важен. Если хотите узнать больше, спросите Хаутена. Проведите с ним больше времени, и уверяю, он расскажет об этом все. Хотите вы того или нет? Скажу больше. Если вы ему поможете, он обязательно наградит вас чем-то из моих дорогих и редких припасов. Это все, спасибо. Оп. Джош. Тущий парнишка лет пятнадцати, астервенело, драет свой швабрый пол. Он очень бледен. Скорее всего, он родился в Авернме. Вы спрашиваете его имя. Джош. Он таращится на ваше оружие с открытым от удивления ртом. Что ты здесь делаешь? Я подметаю, убираю всякое такое. Но я не всегда буду это делать. Когда-нибудь я буду путешествовать. И куда же ты собрался путешествовать? Вверх, вниз и повсюду. Я буду путешественником. Овладею магией, изучу все крохотные уголки этих пещер. Его глаза расширяются. Я даже дойду до бездны. Что такое бездна? Он говорит тише. Я слышал, как взрослые говорили. Это большая пещера на запад, а потом на север. Туда отправляют всех людей, которые действительно плохие и мерзкие, а не просто другие. Они плохие и мерзкие люди. Но я с ними справлюсь. Он подметает, двигаясь по коридору. И безумные мечты о приключениях рождаются в его голове. Лады. На этом беседа с ним окончена. Ну и снова мы возвращаемся к командиру. Так. Мне удалось справиться с тем демоном. Хаутон кивает. Я рад. У него было сокровище. Вы говорите, что было. Тогда мне не нужно платить вам за труды. Как удачно. Вы кажетесь компетентными и заслуживающими доверия. Поэтому я могу поделиться с вами настоящей угрозой Авернуму. Угрозой, которую смог почувствовать только я. А с какой опасностью встретился Авернум? Есть самопровозглашенный лорд по имени Кьяс. Он пришел сверху из портала, собрал себе кучку воинов и ушел в северные пещеры. Он строит замок и зазывает союзников. Я чувствую, что его надо остановить. Чем он так опасен? Потому что независимо от того, что говорят вокруг меня всякие дурни, ресурсы Авернума скудны. Еды мало, металла еще меньше. Мы не сможем позволить себе вручить огромную часть Авернума какому-то негодяю, который должен быть в бездне. Где его крепость? На юго-западе от форта Драка за рекой. Севернее варварских земель слитов. Мои разведчики докладывают, что она еще не достроена и не защищена, но быстро разрастается и становится сильнее с каждым днем. Что вы хотите от меня? Идите в крепость и поговорите с Кьясом. Скажите, что вас послал я. Узнайте, чего он хочет. И по пути разведайте оборону. Потом возвращайтесь ко мне. И там решим, что делать дальше. Это все, спасибо. Окей. Ну, раз на то пошло, давайте, наверное, переместимся в Котру. Лучник. Лучник, уйди отсюда. Вот гад. Вот он не нашел места, где встать. Во. Вот. Заодно проверим, как работает вот эта штука. Так, наверное, да, в Котру нам надо. Ну, а дальше плыть, плыть и еще раз плыть. Лодка у нас вроде как здесь должна была быть. Да. Быстренько, давайте просто смотаемся в вольницу Кьяса. И, ну, в разговоре, я думаю, никакой опасности не будет. Скорее всего, он скажет, типа, да нет, я не стану частью империи. И чувак скажет, ну, блин, давайте что-то решим. И нам предложат сделать выбор, типа, кого здесь поддержать. Вольницу Кьяса или Авернл. Но в целом, мне кажется, тот случай, когда не стоит дробить силы. Потому что, если действительно вольница начнет себе какие-то ресурсы забирать, то у Авернлова могут начаться проблемы. Угу. Так. Давайте поговорим с товарищем Кьясом. Хотя, что мне нравится, здесь живут разные расы в мире. Кьяс удобно устроился на троне из пещерника. У меня всегда найдется время поговорить с гордыми искателями приключений Авернлова. Что бы вам хотелось обсудить? Меня прислали сюда из замка, чтобы поговорить с вами. Кьяс неожиданно встревожился. Он наклоняется вперед. Вы замечаете, что его рука лежит на алебарде. Продолжайте. Меня прислали сюда разузнать о ваших намерениях. Он отклоняется обратно и смеется. Мы никогда не делали из этого секрет. Они нисколько не поменялись со своего прошлого расспроса. Никогда не менялись. Мы займем все пустующие северные пещеры и продолжим расширение на север и вниз. Мы не угрожаем Авернуму, но и не признаем их прав владеть всем подземным миром. Не очень-то мудро бросать вызов Авернуму. Кьяс гордо засмеялся. Я не испугался империи. Думайте, испугаясь Авернума. И без них есть чем заняться. Беседа окончена. Так, а здесь, кстати... О, а здесь, кстати, есть что-то. Покой кьясов, в который вход воспрещен. Всякие защитники-вольницы. Накрест ничего не будем. Постараемся... А, окей. Постараемся все мирно-мирно быстро решить. Ну, ничего и не пришлось решать. Фуф. Ну, давайте донесем, наверное, полученные нами знания в замок. И на этом этот эпизод мы и закончим. Просто хочется уже поставить такую точку, чтобы в следующий эпизод у нас была полная свобода действий. Ну, хотя, конечно, удобно, когда ты начинаешь... О, вот здесь, видимо, тоже нужно знание пещер. Но ничего. Это мы тоже исправим, когда у нас лучше чуть-чуть финансовая ситуация. Пока первоочередная задача — это набрать спылов магам и священникам. Ну, точнее, магу. Точнее, маги не. Она одна и она женщина. Да. Замок. Ну, и еще одно место, где придется учиться ориентироваться. Потому что он вроде бы большой. И, наверное, не так все это просто. Мы встретились с Киасом. Описываем, что узнали. Чем больше вы рассказываете, тем больше Хаутон беспокоится. Тревожно это все. Сильная оборона, большие амбиции. Так я и думал. Киас опасен. Авернум не может позволить себе уступить даже небольшую часть ресурсов. Надо действовать. Но сначала вы награждаетесь серебряными монетами и кольцом. И что, по-вашему, надо сделать с Киасом? Нужно передать ему сообщение. Он должен уйти. Иначе мы выдверим его силой. Это опасное сообщение, но кто-то должен его доставить. Кто-то сильный, способный защититься, если Киас бурно реагирует. Кто-то вроде вас. Мы доставим сообщение и разберемся с Киасом, если потребуется. Хаутон с огромным облегчением кивает. Хорошо, рад за вас. Если Киас откажется уйти, будьте готовы подкрепить свои слова действиям. И не зевайте, такие люди опасны, когда их загоняют в угол. Избавьте Авернуму от этой угрозы и получите щедрую награду. Но, с другой стороны, остальные не считают его... Не считают его какой-либо угрозой. Поэтому вопрос, есть ли смысл его выдворять. Да и плюс... Плюс он нам квесты дает и вообще. Ладно. Этот вопрос мы будем решать уже в следующем эпизоде. А пока спасибо Андрею Фиолетову за то, что продолжает наш канал поддерживать. Андрюха, ты супер. Ну и спасибо всем вам, ребята. В общем-то, в следующем эпизоде, я не знаю пока что, наверное, еще замок досмотрим, мы до сих пор короля не встретили. Хотя принц у него такой интересный. Типа грибочек, ящерка. Да. Ну, я надеюсь, король чуть умнее. А лучше сильно умнее. Вот. Ну и в целом дальше будем смотреть по обстановке. А на этом этот эпизод закончен. Всем спасибо, ребят. Всем удачи. Пока-пока. До встречи через пару дней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok